Дмитрий Соколов рассказывает читателям о бужицах послевоенных преобразований в первые месяцы после окончания Гражданской войны и в начале 20-х годов. Впервые его книга была представлена в начале сентября на Московской международной книжной ярмарке. Там её с интересом встретили ценители серьёзной исторической литературы. Ведь события Красного террора в Крыму оказались значительны для истории всей страны. Здесь фактически завершилась белая борьба на юге России. Отсюда ушли в ноябре 2020 года части армии Еврангеля. Следовательно, Крым стал тем местом, где фактически прекратилось существование тогдашняя национальная Россия и перестала развиваться трёхцветное знамя. Над книгой публицист трудился на протяжении трёх лет. Работал с уже опубликованными архивными документами, которых оказалось не так много. И искал те, которые ещё не были исследованы. На данные книг и учебников, которые были написаны в 50-60-х годах, в работе рассчитывать не приходилось. Всю информацию их авторы представляли в выгодном для Советского Союза свете. Дмитрий же старался рассказать о событиях тех лет с максимальной достоверностью. Я постарался дать максимальный срез жизни событий тех лет. Конечно, основной упор сделан на взаимоотношения внутри самой власти. Как она организовывалась, то есть советские органы власти, которые были организованы после ухода белых. И процессы, которые протекали в этих созданных органах, они являются основной темой рассмотрения книги. В своём труде Дмитрий свёл воедино сведения из более ранних исследований, что позволило создать максимально полный портрет той эпохи. Репрессии, национализация имущества, продовольственная разверстка. В книге «Железная метла метёт чисто» описаны все процессы социальных преобразований советской власти.